МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И был Женя Поливода. Женечка, здравствуй. Нальюка, привет. Что же произошло с Женей? Ведь я знаю, что вы вместе с Самвелом пошли, а потом что? Не удивляйся, Самвел очень ответственный шпион, очень любопытный, и он решил сразу плюс еще одну миссию. Набраться опыта, так как он работает в Днепропетровском оперном театре, разузнать грим. Он меня позвал с собой, чтобы я его прикрыл. Самвел оставил как бы судочек на полпути. Так а где же Самвел? Он декорации поломал и сейчас трудится. Потому что если он эти декорации не исправит, шоу будут уже на грани срыва. Слушай, ну это с ума сойти. Как это можно было вообще додуматься? Поэтому, Наденька, посмотри. Это было что-то с чем-то. У нас сегодня с тобой важное задание. Нам надо узнать самый популярный десерт. Я еще хочу за кулисы пройти. Зачем? Там грим современный. В театре Ази преподают. В театре у нас с Азелином помазали на сцену. Пошли с нами. Самвел, чи не забагато? Дві миссии на одного тебе. Улыбаться, улыбаться. Так, тихонечко заходим. Здрасте. Мы по приглашению особому. Это с нами. Давай, может, вернемся сам. Женя, пошли. Яки, вернемся. У меня главная роль. Бреший не червоний. Все, аби секрети шоу дизнатися. Женя, может, давай миню судочек, я пойду. Ну, Женя, подожди. Я пойду. Ну, Женя, подожди. Я пойду. Нам надо пробраться. Куда ж нам идти? Ремерка вот эта. Самвел. Тише. Подожди, я загляну. Первый, Женя, стои молча. О, давай, Женя, короче. Ага, ты за мной пошли. Чувствую себя вахтером. Семечек не хватает. Уже все так интересно. Ну, что я тут буду стоять? Женя, а кто ж сам Вела прикрие? Заходите, тетя. Здравствуйте. 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 Женя, вся кулінарно-шпигунська місія тепер на тобі. Расскажите, что вы ожидаете от премьеры? Вы знаете, я всегда в театру иду, со впутаем сердце. Ну, все песни знаю. Улыбнись, я тебя. Что ты ожидаешь сегодня от мероприятий? Теплых эмоций, хорошего настроения и реальной сказки. Когда что игрил? Ух ты, какая маска прикольная. Самвел не знайшел грим. Хоч маску вдягнешь? Что вы здесь делаете? Я, наверное, вызвал на спектакль. И как вы здесь показали? Да, меня вызвали на подмену. У вас главный солист заболел. Кто поставил? У вас только не. Багратионов. Чего? Я не пойду за меня никуда. Я не пойду никуда. Боярдина! Давай, фанэкран. Куди ты на сцену полез? Тихнився. Прямо на сцену вискочили. Там женщина с колокольчиком. Тихнився. Пошли за мной. Знайшел, где сховаться. Ще декорации разбил. Самвел, самвел. Блядь. Я что-то разбил тут. Я что-то разбил. Быстрее текай. Самвел. Помимо вот этих страшных приключений, есть же еще и кулинарная миссия. Я, конечно, не знал, что там в гримёрке случилось, потому что я еще успел на банкет. Нет, потому что мне же все-таки надо было узнать, что же популярно среди гостей. Я там со звездами общался. Так а самвела ты бросил, получается? Я ему, конечно, предлагал. Говорю, что самвел, давай первым делом, говорю, что выполним задание. Да, то, что хотели. А он говорит, что нет, я все успею. Там гримёрка их накрасит, а я уже не успею. Там все спрячут. Давайте-ка посмотрим, что еще произошло на фуршете. Ну и самвел, о таком выгляде на фуршет? Внимай его. Внимай его. Добрый вечер. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не снимай мы, не снимай, а отвернись сюда. Вот тут снимай. Здравствуйте. А, Юрий, давайте здесь. Прошел, да? Прошел, прошел. О, Господи, да Женька шляется. Привет. Привет. Привет, привет. Что вы пробовали на фуршете? Десертом побаловались. Очень вкусно. Как у вас сегодня ожидания от представлений? Что-то новое, интересное, необычное. Самвел, невже ты нарешті згадал про кулинарную місю? Так, пошли дальше. Боже, какая красота. Вкусно? Угу. Какие у тебя ожидания? Что хочется увидеть? Я жду спецэффектов, как и все зрители, наверное, да? Как у вас настроение? Прекрасно. Видите, дети нам тут настроение поздравляют. Такий постоянно, а такий мучший? Я не буду толкать, я надеюсь, не буду. Женя! Зубы хорошие такие, перекусать у кого судил. Конечно, это вкусно, но ничего не сказали. Это супер. Давай. О, ты от нас не отставай, не отставай от нас. Здравствуйте. Привет, Питя. Давай тебе. Как настроение? Отличное. Женечка, привет. Боже, привет, привет. Ты еще расцветаешься больше и больше. Ты мне расскажи, какие у тебя эмоции перед премьерой, пожалуйста. У меня прекрасные эмоции, потому что я пришла почти что со всей своей семьей. На фуршете были, что-то понравилось? Не мороженое понравилось. Вот оно. Расстав руку, вот так, как коршун. Ты не коршун, а как дохла курица раскрыла в руке. Прошу вас пройти со мной. В смысле, я не понял. Ну, нужно поговорить. Куда мы идем? Раз вдруг пішов с дамою, гадает, с ним все гаразд. Я не понял, что это такое? Уберите руки свои. Выключите камеру. Головне на шоу встигнути. Там столько охраны, поэтому сам Вел остался замеченным. Он декорации поломал и сейчас трудится. Потому что, если он эти декорации не исправит, шоу будут уже на грани срыва. Тебе, конечно, нужно очень постараться, чтобы ты, так скажем, не опозорил сам Велла. А тоже выполнил миссию кулинарного шпиона на отлично. Спросом пользовался десерт. Не закуска, а десерт запеченное мороженое. Я пробовал этот десерт. То есть у нас фундамент, это был бисквит. Внутри начинка с мороженое с клубникой. И груша, и сверху на шапочка из белков взбитых. Не чувствовались кристаллики сахара, поэтому я могу предположить, что это была сахарная пудра и был оттенок ванилин. Поэтому я буду взбивать белки с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Надо будет на 2-3 минуты в духовку. Ну, конечно, никогда в жизни не подумаешь, если этот десерт будет запеченный, что там внутри мороженое. Это же чудо какое-то. Нам понадобится бисквит, груши, клубника, яйца, ванильный сахар, мороженое сливочное без добавок и сахарная пудра. То есть получается, Женя, что нет исходного образца и мне фактически сравнить будет не с чем. Да. Всякий раз я находила человека, который мог бы высказать свою оценку. И в этот раз у меня тоже будет для себя сюрприз. Боже, там столько звезд было, я не знаю, конечно, кто в итоге придет. Сейчас я в холодильнике возьму мороженое. 100 грамм. Я беру формочки. Наденька, я тебя пока попрошу клубнику отделить от хвостиков и разделить наполовинку. Конечно, клубника у нас сейчас не сезон, поэтому используются те фрукты, которые у вас с предпочтением. Наполовину формочки я заполняю. Сверху я кладу клубничку, а потом у нас будет второй пласт, чтобы в шутке была клубника. Уже как в песочнице. Я не знаю, как Самвел справляется с кулинарным шпионом. Клубника добавляется сразу для заморозки, чтобы она держала форму внутри. Наденька, пусть немножко оно неряшливо. Смотри, Женя, будет кому сравнить с оригиналом. Хочу попросить, чтобы ты отделила белки от желтков. Понадобится 4 белка. Нам одной груши будет достаточно. Такие вот ломтики. Это будет у нас наступать в качестве начинки. Сейчас мы пока будем взбивать белки. Чтобы взбить белки до устойчивых пиков, мы воспользуемся специальной насадкой-венчик в нашей кухонной машине. Быстро и без усилий с нашей стороны. Моментально справиться с работой мы только регулируем скорость с помощью специальной ручки. Я буду поэтапно добавлять сахарную пудру. И чтобы были пики, я добавлю соль. Чтобы был ванильный оттенок, я добавляю ванильный сахар. Сразу же, не думая ни о чем. Под гримеркой не стоял, поэтому сейчас я не должен его подвести. У нас уже взбилось. Наденька, а пока я тебя попрошу поставить духовку на 240 градусов. Бисквит. Мы разделили на пласты, на три части. И кулинарным кольцом мы вот так вот сделали. Наденька, я уже достаю мороженое, потому что у нас уже нужная консистенция. Оно как камень. Вот. Хоп. Грушку сначала я ложу. Вот так вот мороженое. Это будет очень вкусно. Ну, по крайней мере. Ой, выпрыгивает. Бисквит в виде пьедестала. Потом груша. Четыре ломтика. Последние штрихи. И десерт пока в открытом виде, и нету сверху оболочки. Поэтому у нас будет выступать в этой роли белковая шапочка. Наденька, я специально ставлю их подальше, друг от друга, чтобы они не соприкасались. Мы вот так вот с краев, чтобы оно полностью... Покрыло все. Мороженое и ягоды, и грушу. И образовалась такая интересная аппетитная шапочка на бисквите. Если будет приставать к ложке, воспользуйтесь двумя. Я смотрю, что ты достаточно уверенно все делаешь, но и сомнения присутствуют. Конечно, Наденька. Мне хочется подвести все-таки Самвелла. Не хочу портить его репутацию, потому что сколько раз он меня спасает. И сейчас вот так вот просто перечеркнуть все его успехи будет с моей стороны очень низко. И я напоминаю, что у меня будет возможность проверить, действительно ли это тот самый десерт, или это так. Так, подделка. Давай, Женя, я попробую одну обмазать. Наденька, спасибо тебе, потому что ты видишь, я как переживаю. Слегка вот так вот присыпать сахарной пудрой на 2-3 минуты в духовку. Есть возможность выпить кофе. Угощайте, пожалуйста. Нескафе Классик. Бодрость на весь день. Хорошо, что Самвелл был с тобой, Женечка, а не сам, потому что, получается, это было бы еще и срыв миссии кулинарного шпиона. Ты говорил буквально 2 минуты, и можно доставать? Да. Удивительно, десерт держит форму. Он изумительно красивый. Я быстро напомню, как мы его готовили, а потом продегустируем. С людьми, которые точно знают, каким на вкус должен быть этот десерт. Для приготовления возьмите пломбир, бисквит, грушу, клубнику, белки, сахарную пудру, ванильный сахар. Сформируйте из пломбира полусферы с клубникой, отправьте в морозилку до полного застывания. Белки с сахарной пудрой взбейте до пышной массы, бисквит нарежьте кружками. Выложите на бисквит порезанную грушу, замороженные полусферы из пломбира. Покройте десерт белковой массой и отправьте в духовку, разогретую до 240 градусов на 2-3 минуты. Женя, внешне кажется, что ты идеально справился с ролью кулинарного шпиона, который тебе невольно доверил сам Вэл. Но насколько этот десерт похож на оригинал, знают мои замечательные друзья, которые были на этом празднике. Встречайте, Валерия и Ванечка Присяжнюк. Боже. Ваня эксперт по десертам. Мои дорогие, привет. Привет. Рада вас видеть. Взаимно. Да? Какая красота. Ванюшечка. Узнаете? Угу. Да. Ванечка, пробуй, нам очень важно свое мнение. Ммм. Ой, ну я не знаю, похоже ли это на оригинал. Знаешь, я даже не знаю. Это очень, очень вкусно. Я ела это, оно напоминает мне вкус из того спектакля. Точно? Как там было, да? Да, Надюша, мы не будем скрывать, это действительно оно. Я так понимаю, миссия выполнима в моем случае. Я так думаю, что она не просто выполнима, она более чем выполнима. Ой, ну что, с этой миссией справились. Боже. А как вам представление, расскажите? Ой, на представление очень было круто. Это, я думаю, каждый должен пойти на это представление. С замиранием сердца смотрели. Это невероятнейшая комбинация трюков. Это хореография Кости Тамильченко. Мим просто вообще очень сильно удивил. Оборотень, который крутился на кольце. Оборотень, страшилки, это же самое оно. Я вот сплю и вижу, что аризонтиком идет дождь, столько спецэффектов, я не могу передать. Это лучше увидеть, чем сто раз сказать. А светящиеся костюмы. Я думаю, что никто не увидит ни в каком магазине лампочек такой костюм. Под впечатлением и взрослые, и дети. Кстати, десерт изумительный. Приготовьте обязательно и не пропустите Дим ТМН Чих Прыгод. Субтитры подогнал «Симон»